Я бы сказал, что было очень эксайтинг. Ну вот не ехала она в него. Быстрее. Поэтому это нормально. Я считаю, что три, с моей точки зрения, полномасштабных сезона Францпарки позволяют иметь третье место. Все, в принципе, наверное, хорошо. Ну я уже Макс про это хорошо сказал. Мы с Квантомом строим лодку в одном месте. Вы так сказали, что мы с Квантомом строим одну лодку. Нет, мы с Квантомом строим лодку одного дизайнера на одной веке. То есть мы будем сестер-шит. Вот они, вон, берем. Ой, все строят, чемпионы мира, я все. Валентин, а можно вопрос? А чем мотивирован выбор именно Ботин и Каркик, а не другого какого-нибудь конструктора? Ну, потому что три победителя в последние годы это Шон. Его, да? Шон Каркик? Это Силовский. Ясно. Когда вы рассчитываете, что лодка будет готова? Ну, по-хорошему, она у нас должна быть 10 апреля. 2011-го уже, да? Да. И в каких соревнованиях в следующем году принимают части Ауди и чемпионат? Ну, как минимум, будет понятно, будет Циркут здесь и будет чемпионат мира. В Америке будут какие-то соревнования? Или уже все, транспаки там... Нет, транспаки там есть, и их там много, но они там гоняются в Америке. Поэтому это неинтересно. Неинтересно, да? Да, мы в Америке будем эту зиму, но мы будем, наверное, на РК-44. То есть мы во всех регатах будем, будем и в январе, и в декабре, и сейчас будет чемпионат мира на РК-44, куда завтра там ребята улетят. Вот радостно все. Ну, я не думаю, что там у нас будут какие-то большие прорывы. Ну, лодка-конструктор, лодку тут сбросили, лодку получили. Понятно, что мы ее там сейчас будем на два месяца приводить в чувство. Поэтому, скорее, чемпионат мира это такая практика активная. А вот уже начиная с Майами, я думаю, что там уже можно что-то... Рулевым будет тоже неугодников на РК-44, да? Да, на РК-44 будет неугодников, и на РК-44 мы пробуем полностью русский киборь. Абсолютно, да? Да. Ну, тренер будет Терри. Ну, понятно. Ну, на, собственно говоря, Кроу, на Борту, все на все. Угу. Я думаю, что у нас сегодня четверть экипажей иностранцы влечены в 12 лет. Я думаю, что мы будем наращивать иностранную часть. Я не очень понимаю, для чего нам это надо. Будем ли мы уменьшать? Ну, пока... Такой цели нет. Понятно, и мы-то, наверное, в случае, не рулевого, как вы считаете, в поиске еще другого человека или нет? Или сейчас нет? Вообще, нет. Я бы сказал по-другому. Если мы остаемся в этих дисциплинах в РК и ЦП, то я не думаю, что мы будем менять рулевого. А если мы пойдем в какие-то другие проекты, вот мы с вами поговорим. А есть планы на какие-то другие проекты, Валентина? Ну, проектов много и относятся. Ну, все-таки, хоть чуть-чуть, раскройте тайну. Вообще не проектов. Есть ли планы? Ну, я понимаю, что в Америке все непонятно. Я вот, собственно, всегда говорю, что, ребят, у нас план простой. Мы не создаем профессиональную команду, которая может гоняться качественно на любых снарядах. А все остальное, это дело, как это, заинтересованных лиц. Есть, я говорю, группа товарищей сумасшедшая, соберут, они попал денег, пойдем в Америку с КАП. Соберут поменьше, пойдем в что-нибудь другое, это нас заинтересует. На Вольво планов нет пока? Ну, это немножко другая дисциплина. Хотя, часть людей в экипаже сказало, что было бы интересно выйти в Вольво. Часть людей в экипаже сказала, что больше никогда. Тяжело, да? Понятно. А как вы думаете, конечно, может быть, вопрос немножко предвременный, спонсоров найти легче на Америку с КАП или на Вольво? В России. Или это вообще вопрос, который даже обсуждать пока бессмысленно? Да нет, проблема же другая. Хорошо упаковать команду на Вольво это 15 миллионов на 2 года. Хорошо упаковать команду Америку с КАП это 60 миллионов на 3 года. Как вы думаете, проще найти и 15 миллионов, или и 60? 15 найти, конечно, проще, но ведь вопрос отдача. С точки зрения промо, ну, я не знаю там, что сделают ребята в Америке с КАП, они получают пределыбные планы по части отображения этого всего в телевизор. Вольво, по крайней мере, Вольво демонстрирует определенную промо достаточно неплохую. Ну, в общем, как бы официально считается, что по количеству телезрителей это крупнейшее соревнование мира, даже опережающие Олимпиаду. Такие цифры они демонстрируют. Ну, вот как бы у Элисона есть употребление, что вот Америка с КАП превзойдет Вольво на порядок. Что-то я сомневаюсь. А я не сомневаюсь. Ну, у меня, я могу ответить, ну, он там в какой списке форус? Нет, ну, он, конечно, не последний. Ну, он же каким-то образом туда попал. Очевидно, он думает. Так это, знаете, как Рейкин показывал? У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! Была у него такая немедленность. Что это он думает? Субтитры сделал DimaTorzok